Всем привет на канале Удачный. Сегодня у нас с вами будет маленький такой небольшой итог расшедших дней. В этом выпуске я собрал более-менее интересные новости, которыми хотел поделиться с вами. На прошлых выходных в Гамбурге полиция остановила преступление, а именно 39-летний немец, в одной руке державший коктейль молотова, в другой руке геологический острый молоток, вышел из пивнушки и начал бегать, пугать людей, что он сейчас всех порежет, что он сейчас всех поубивает, повзрывает и так далее. Естественно, из-за большого количества полицейских он сразу же привлек внимание людей, зрителей, свидетелей и сотрудников органов правопорядка. Они пытались его уговорить, успокоить его, применяли газовый баллон, но в конечном итоге им пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, потом выстрелить этому человеку в ногу. Он был обездвижен, обезврежен, увезен потом в полицию. Мотив его поступка объяснить невозможно было, так как он, увы, страдает тихой, скрытой формой шизофрении. Об этом сказали в первый же день, и у него есть документы, подтверждающие то, что этот человек болен, он постоянно должен находиться на таблетках, постоянно должен находиться под контролем у врача. Но, видно, что-то пошло не так. Или рецессия, или кончились лекарства, он решил выпить наравне со всеми фанатами футбола. Никто из посторонних или проходящих мимо людей от него не пострадал. Идем далее. В 2019 году в Баден-Вюртенберг, в одном небольшом городке, один афганский мигрант, приехавший сюда, в 2014 году, изнасиловал девушку. Это было доказано судом, прокуратурой, полицией, свидетелями. Ему дали срок. Буквально недавно он вышел из тюрьмы, и, как ни странно, он поселился снова в этом маленьком городке, чем вызвал огромнейшую волну негодования, недоумения среди населения, в первую очередь родственников этой жертвы, у самой жертвы и у потенциальных жертв вот этого насильника. Люди обратились к городским властям с требованием выселить его из этого городка и вообще избавиться от этого насильника. Почему? Потому что, когда он вышел и вернулся обратно в этот городок, снял себе там квартиру, он открыто заявил, что немцам пора бы уже понять, что они меня из Германии никогда не выкинут. Это сказал вот этот вот насильник. То есть, это человек, который вообще не хочет понимать, что в этой стране нужно вести себя нормально и законопослушно, а не набрасываться, как дикий пещерный человек, на любой проходящий мимо тебя предмет. Если что-то шевелится, значит оно живое. У них вот такие вот понятия. А если оно живое, значит нужно с ним что-то сделать. Городские власти обратились к региональным, к локальным политикам, локальные политики обратились выше. Далее будут решать это уже опять-таки на уровне прокуратуры, на уровне госорганов, чтобы или выдворить его из Германии за такие открытые явные угрозы, или переселить его куда-то дальше под постоянный надзор полиции, чтобы он, не дай бог, не совершил опять какое-то преступление. Но все это слова, все это слова. Представьте себе, поставьте себя на место жертвы, которая была им изнасилована несколько лет назад, и вот теперь она будет ходить по улицам и постоянно бояться, оглядываться, чтобы вот этот вот изувер, извращенец вдруг не выскочил на нее из-за угла. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. И в этом виноваты в первую очередь наши политики, которые даже сегодня сидят у власти. Далее, в Ганновере, в последние выходные прошла демонстрация, в которой принимали участие такая, так называемая новая группа поколения ислам. К ним же присоединились любители Палестины. Все требовали создания в стране государства халифат. В этой демонстрации принимало участие свыше 1200 человек. Полиция, естественно, охраняла эту толпу от негодующей толпы местного населения, чтобы, не дай бог, не случился какой-то конфликт, не началась драка, не началась потасовка. Министр внутренних дел Нижней Саксонии обратилась в правительство с заявлением запретить на государственной основе само значение халифат вплоть до сильнейших, огромнейших денежных штрафов. Что из этого выйдет, покажет время. Пока же мы можем просто наблюдать, как работает полиция, как ведут себя вот эти вот радикальные исламисты, требующие создать в христианском государстве исламское государство халифат с законами шариата. Очень хочется надеяться на то, что у нас все-таки в правительстве люди благоразумные, и они не дадут вот этим вот исламистам даже продвинуться хотя бы на миллиметр к своей цели. Вот. Это такая вот небольшая новость. Ну и, конечно, далее у меня под моим видео, в котором я высказываю свое мнение о партии АФД в Германии, появились люди, которые симпатизируют вот этой вот популистской партии, высказывают свое мнение, высказывают свое негодование по поводу того, как я высказался, но они забывают о том, что нормальная дискуссия и как раз на том и строится, что люди высказывают свое мнение, может быть, спорят об этом, но остаются при этом людьми. Значит, одна дама появилась и высказала мне следующее. Уважаемый блогер, или как она там сказала, придержите свое мнение при себе, типа закройте рот и не вносите раздрай в общество, так называемых русскоязычных. Ну, я взял и ответил ей, в следующий раз я буду спрашивать у вас разрешение, окей. И тут, как говорится, Остапа понесло. Она начала строчить мне комментарии, эта дама. Сначала она писала, обращаясь на вы, потом она резко перешла на ты и уже начала меня оскорблять. Да кто ты такой? Да что ты забыл здесь в Германии? Мол, типа проваливай и так далее. Мол, типа я обидел, оскорбил в ее лице всех национальных немцев. Как она сказала, мы не переселенцы, а мы граждане немецкой национальности. Я вот, там я просто не стал ей отвечать, потому что начинается эта флудилка, когда человек ощущает на себе твое внимание и начинает дальше тебе язвить, вызывая от тебя на какие-либо провокации, чтобы ты сорвался. У нее этого не получилось, поэтому я говорю сейчас здесь, вот если она будет смотреть, я говорю открыто. Не важно, называешь ты себя гражданкой немецкой национальности, шпетаус-зидлером, поздним переселенцем, еврейским эмигрантом или кем-нибудь еще. Для местного коренного населения мы здесь все русские. Неужели до тебя, сколько лет ты здесь живешь, это так до хрена еще и не дошло? У меня по поводу вот этой дамы есть одна темочка такая вот. Лет 20 назад я ехал в автобусе и стал свидетелем одной сцены. Молодая девушка, видно, страдающая анорексией или пытающаяся выглядеть, как кукла Барби, со своим парнем, русскоговорящей, о, пардон, граждане немецкой национальности, очень громко на весь автобус разговаривали, вернее, разговаривала она, а парень постоянно пытался ее одергивать. Она говорила, что она коренная немка, и она, если вдруг у нее появится ребенок, она никогда не назовет его вонючим русским именем, ведь полно красивых западных имен, Майкл, Митчелл, Дэвид. Я тогда подумал, стоп, если ты коренная немка, то почему ты будешь использовать английские имена. Называй уже немецкими именами. Ханс, Сеп, Клаус. Ну, ладно. Она собирается выходить на одной остановке, перед ней стоит бабушка, божий, дуванчик немка. И вот она к этой бабушке подходит сзади и говорит ей так, сука ты старая, собираешься ты выкаливать или нет? Бабушка поворачивается, к ней улыбается, это хи-хи, тоже улыбнулась. Вот вам, пожалуйста, граждане немецкой национальности. Я не спорю, в каждом стадии есть своя паршивая овца. Но, скорее всего, вот эта вот дама, которая пыталась меня унизить, доказывая мне, что ее мнение правильное, а мое нет, наверное, принадлежит к тому же Калинкуру, из которого вышла вот эта вот коренная немка, которая вот так вот отзывалась о коренных немцах, о настоящих немцах, которые здесь родились и живут, так вот негативно. Это показывает культуру людей, их высказывания, их поведение в общественном транспорте, их поведение на улице, в магазинах, где угодно, даже вот у нас на канале под различными видео появляется очень много людей, которые пытаются мне, вы знаете, смешно, они пытаются мне угрожать. люди, у которых пустые каналы, я понимаю, я не спорю, это не фейковые каналы, это пустые каналы, люди регистрируются, чтобы смотреть какие-то видеоклипы или фильмы на ютубе и вдруг оставлять комментарии. Для того, чтобы оставлять комментарии, ты обязан запустить себе свой канал. Но у многих людей, которые имеют свои каналы и отзываются о том, что мы для них делаем вот эти вот видеоклипы и так далее, отзываются достаточно негативно, агрессивно, вызывая меня, типа, как Пушкин-Дантеса на дуэль. Но чем окончилась дуэль Дантеса с Пушкиным, вы прекрасно знаете, если вы читали литературу. Один мне даже гражданин написал, гражданин немецкой национальности, написал, что я несу чушь по поводу любимой партии его АФД, он лично общался с верхушкой этой партии, и если у меня, если мне нужны какие-то разъяснения, подъезжай, проясни им. Ты б хотя бы адрес дал, герой, ты б хотя бы адрес дал. Ладно, фиг с тобой, с твоим адресом, ты хотя бы свою физиономию лица показал бы на аватарке, блин. А то вот так вот из-за угла крякнуть и убежать может любой дурак. Окажись смелым, блин, елки-палки, ты мужик или баба, в конце-то концов. Ну да ладно. В общем, такие вот у меня были на сегодня с вами новости, скажем так, итог прошедшей недели, которым я хотел поделиться с вами. И да, последнее, самое последнее по итогу украинской конференции в Швейцарии. То, что там случилось, действительно заслуживает внимания абсолютно всех здравомыслящих людей, потому что люди, собравшиеся на эту конференцию, обсуждали те темы, которые важны и нужны именно в первую очередь для них. Но не те темы, которые нужны были для обсуждения президентом Украины Зеленским. Изначально, я вам уже говорил об этом, что президент США просто-напросто похерил эту конференцию, он отказался приехать, сославшись на то, что он должен быть на акции какой-то гуманитарной организации в Лос-Анджелесе, якобы от этого визита там зависит его будущая выборная гонка президента. из всех людей присутствовавших на этой конференции сначала документы подписали 66 человек, а потом оказалось, что двое отозвали свои голоса обратно. То есть из 80 человек 64 человека подписали те документы, те декларации, интерес к которым был вызван у них. Что же обсуждалось конкретно на этой конференции? Не применение ядерного оружия в случае глобального конфликта, новые санкции против России, ну и также развитие экономических связей между странами. Ну и вскользь они прошлись по восстановлению Украины. Вот и все. То есть этим визитом Зеленский ничего не добился, но ему там дали скрыто понять, что увы, он уже сходит с политической арены. Тем более сейчас, когда во Франции будут проходить новые выборы в парламент и когда будет новый кабинет министров, все парламентарии могут сказать сегодняшнему президенту Макрону так, ну а теперь мы будем выбирать нового президента. Твое время вышло. И если во Франции придет к власти новый президент консервативный, который будет более лоялен к требованиям и интересам ультраправой партии Мари Лепен, можете себе представить, чем все это закончится для Украины. Не буду забегать наперед, но это я высказал вам свои мысли. Пожалуйста, высказывайте вы свои мысли, свои мнения, естественно, в рамках уважения друг к другу, без оскорблений, потому что в последние дни у нас столько много комментариев уходит в спам, что просто не читая мы их удаляем. У нас нет времени читать все эти комментарии. В общем, с вас лайк, колокольчик, распространение видео, адекватные комментарии, ну и, конечно, постоянное присутствие у нас на канале. Всем удачи, пока!